тише тише друзья бамс вот теперь все правильно привет и александр преподобный а это предпраздничные фейерверки на аэродроме морозовск в ростовской области туда прилетели добрые справедливые абсолютно никому не известные дроны и судя по фотографии в этом году деда мороза зовут ярик вспышки на аэродроме тихо собаки водит тихо еще один некий дед сдалека российские помойки конечно утверждают что все дроны естественно сбили и судя по этому видео жители ростова все именно так и было до фото видно повреждение как минимум одного бомбардировщика су-34 кстати на военном аэродроме в морозовске базируется 559 гвардейский бомбардировочный авиационный полк россии на минуточку российские сми впрочем помойки какие там сми утверждают что дроны были сбиты однако вот судя по видео и комментариям опять-таки местных жителей все немножечко вот не так только что генератор посекло крыса сброс походу телекамикадзе или сброс крышу проломила прям рядом тряханула у нас не кисло добрый вечер не понимает честно говоря раздражение россиян путин на прямой линии четко сказал то что сейчас происходит это огромная трагедия похожая на гражданскую войну так что вам уж как-то самим надо разобраться внутри страны какой там брат на кого беспилотник пускает а то знаете обвиняете кого не попадя и нынче добрый вечер получается уже не тот только что генератор посекло крыса сброс походу телекамикадзе или сброс крышу проломила прям рядом тряханула нас не кисло буханка новая но была буханочка новая стала сырая и копченая кстати видео сгоревшие техники из бахмутского направления друзья давайте посмотрим там как и под авдеевкой целое кладбище российского металлолома и не только металлолома два танка поставили посреди дороги где летают дроны сегодня прилетело в один танк а что там мы прочная техника вон люди пачками гибнут а их тела вот как лежат в окопах так и шансов очень приехать домой мало даже в черном пакете даже искал их нет вот смотри два зама он там горбатый лежит какой сказал что их вынесли горбатого как говорится ну могила исправит но так говорят но тут не факт с этими товарищами в видео мы замылили по понятным я думаю вам причинам ясно что на нем российский оккупант не хочет воевать в окопе в одном окопе с уже нетрудоспособными скажем так сослуживцами и возмущается хотя кого это волнует но пока путинские мальчики гибнут в окопах сам путин думает о том как будет праздновать новый год дальше пока шампанского с близкими людьми разговоры на бытовые темы подарками то удивите как вот не знаю я еще не был в магазине шампанское бытовые темы подарки легкий флер патриотизма и все это с близкими людьми вот такой новый год не светит уже трехсот сорока семи тысячам российских мужчин да что там он вообще не не светит 347 тысяч российских будут этот новый год праздновать черными на ленточками на портретах а вот семьи временно живых мобилизованных имеют свои планы на новый год они хотят освободить своих мужей с войны и даже флешмоб специальный запустили долг отдан сполна верните папу игрушки вот с такими требованиями и предлагают вывешивать на уличных елках кстати довольно справедливо и ботоксная моль на недавней прямой линии вот эти жалобы жен мобилизованных кстати проигнорировала кто бы сомневался на самом деле и прежний вопрос остается актуальным зачем мужей пускали на войну вот можно же было их оставить у себя дома сказать слушай а ну давай-ка мозгами соберись и пойди найди себе нормальную работу а не едь воровать для меня стиралку из соседней страны не что-то подсказывает что когда они своих мужей братьев отцов отправляли на войну настроение был совсем другой напишите что об этом думаете в комментариях сильный крепкий спортивный не пьющий не курящий мотивированный патриот кстати вот жена одного из таких российских мобилизованных рассказывает каким ее муж был до войны а каким стал сейчас после ранения его не восстановившегося отправили обратно и на данный момент в бою он даже не может носить тонежилет он страдает от сильных головных болей так как у него было три контузии последствия контузии частичная потеря зрения требуется операция на глаза частичная глухота потеря памяти то что сейчас происходит это уничтожение просто наши наших родных близких женщина рассказала что со всего штурмового отряда где служит ее муж осталось живых только семеро человек но при этом эта женщина не говорит что она как бы вообще против войны не она лишь просит своего мужа назад и заменить на чего-то другого мужа тогда все будет прекрасно в этом мире пусть еще кто-то постреляет в украинцев кровожадность кровожадность и полное отсутствие эмпатии к другому вот она суть современной россии а вы думали чего новый год же у нас скоро дедушка мороз ельцин подарил дедушка мороз хрущев крым подарил дедушка мороз ленин свое время подарил и нет чтобы за такие подарки до скончания века россии матушки говорит спасибо нет чтобы думать о том а какую еще ручку мы не облобызали россии матушки за такие подарочки а какую свечечку в каком храме мы еще за здоровье россии матушки не поставили какие дедушки морозы были у черной марго так она как говорится и выросла привыкшая лобызать пытается сейчас заставить это делать другой народ и не понимает как вообще можно по-другому нет же они начали наших же людей нас россию все что имеет отношение к россии саму русскость уничтожать на наших территориях нами подаренными им вы только вдумайтесь и уничтожать они это начали очень давно неблагодарность на мой взгляд это одна из худших черт так не знать свою историю как симонян это еще честно говоря уметь надо или прикидываться марго вот искренне считает или по крайней мере так говорит что украину подарили нам диктаторы то есть как бы доск хрущева по логике марго ее не существовало хотя официально слово украина вообще впервые встречается еще двенадцатом столетии в повести временных лет давай у нас были разные периоды и предательство были и временное поражение как 1918 большевиком да разное еще было ну еще и будет но марго она не повести не эти факты учитывать не хочет и приучать к этому зрителя хотя кстати уверен что сама марго все прекрасно знает про украину слушайте путина вот что думает об этом всем симонян все не может как некоторые страны в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом бусахва или бусахва вот на китайском это означает не лги только в этом году китай получил остров на реке амур но вам об этом конечно же не расскажут не за колбасу а за вполне реальную военную помощь вот мы ж не украина давайте мы будем благодарными то что умудрилась делать правительство и президент как руководитель в принципе всего естественно да в плане экономики это чудо да чудо прям чудесное обычные россияне уже ощутили на себе этот экономический сумасшедший рост по полной например вот ребенок с инвалидностью в амурской области друзья это ведь ужасно он ползком добирается в школу по гнилым доскам потому что старый мост смыло после наводнения новые построить не могут не могут а это я показываю смысле нашей администрации как ты ходишь у меня кружки пока и как ты ползешь по мосту это я его сегодня встретила а вот мост и какое расстояние мой ребенок при до преодолевает каждый день а вот это экономический скачок ощутили на себе больные лежащие в пятнадцатой больнице петербурга ободранные стены окна с грибком это ли не показатель того самого величия им придется с нами считаться мы не будем говорить об экономических достижениях украины потому что ну как бы да два года полномасштабная война нам бы как государству выжить тут основная задача кстати полностью поддерживаю о том что не может быть речи ни о каких сейчас инновациях все должно быть для в силу потому что вот этих монстров нужно остановить но не об этом вот некоторые успехи у нас же все таки есть первое видео с тестовым полетом нового отечественного беспилотника камикадзе эйкью 400 сайс он способен нести 32 килограмма взрывчатки и дальность его поражение 750 километров такие дроны нам очень нужны ведь на гибель ств только и обсуждают какой период когда и куда лучше конкретно бить по украине и надо иметь на это ответ самое оптимальное время для поражения энергетики это как раз зимнее время отопительное потому что ну то есть грубо говоря выведены из строя на несколько дней в пиковые морозы теплоэлектроцентрали но это очень сильно ухудшает состояние энергетики и не только энергетики ну и плюс это все влияет на эмоциональный фон на настроение людей испортить настроение украинцам вот такая мелочная истинная цель этой войны не беда что своя корова сдохла плохо что соседская жива правда вот это жизненная кредо сейчас россиянина так что ну какой сосед такие методы у нас друзья если вы понимаете о чем я подписка на канал гроши лайк этому видео нажимаем на колокольчик пиши в комментариях что вы думаете про эти новости и какие новости достойны вашего внимания завтра их мы и обсудим пока удачи и и и и